Какие люди могли слышать проповедь Иисуса Христа? А так, как и у нас с микрофоном. У нас во время моей проповеди, которая, наверное, так сладко схарахплёт, который слушает через сон, масса людей слушает и выборочно слышит то, что хотят. Кто ищет, тот вперёд подвигается, внимательно обостряет слух, слышит. А потом, мои золотые, мы ещё как бы живём в другую эпоху, я говорю, эпоху расслабленных. Сейчас вы видите, простите за прямоту, ягодицы, мышцы, бёдер слабенькие. Почему? Потому что вот обычная поза у нас с вами. Сидим, лежим у ящичек с монитором. Передвигаемся на колёсах. Ну, китайцы мы попроще, полонкиных носили. А мы вот так, пешком же не ходим. У нас есть поговорка, чтобы съесть, чтобы похудеть, да? А как раз у нас две вещи. Поменьше жрать, побольше двигаться. И будешь в форме. Так вот, мои золотые. И мы слишком расслаблены. Мы привыкли сейчас через призму своего, смотрите. Когда я сейчас говорю, жили веками до любого возраста без пенсий. Жили. Не существовали. Жили. А нам сейчас кажется непредставимо. Мы слишком другие стали. Я много раз говорил пример, второй раз вспоминаю мою родную бабушку. Вот послушайте, как она говорила. Послушайте. С подружкой, она мне доверила, сестра. Она мне рассказывает. Нанялись мы падённо. Жать. Моя бабушка пятого года рождения была. У них земли не было. Они беднейшие населения, крестьяне были. Жать, у кого земля была. Говорит, с подружкой. Она уже была замужем. А моя бабушка не была тогда замужем. На сносях. Говорит. Стали мы жать-то. А ей время родить. Она рассказывает. Говорит. Она отошла за телегу. Родила. Одна, повторюсь. В поле. Жала. Сприняла ребёнка. И потом уж пришла дожинать. На сегодняшний день это кажется, что ты это... Я что-то придумаю. В ручья пойди. Ну как это? Ну как это? Сама родила. Пошла дожинать. А она рассказывает. Как естественно, обычная. Другую бабушку говорю. Бабушка, вот сейчас родят и ребёнка. Валяются. С тоном исходятся все. Ноют, ноют. Всегда так было. Она говорит. Ну конечно, рожать. Рожать легко было. Но и раньше-то жалели. Уж в поле не ходи работать. Дома оставались. Дома дела делали. А какие дома дела? Ну готовить. А что такое готовить? Сейчас. Подойти к крану, открыть на полость кастрюлю. А тогда? Коромысло и на речку. С коромыслами. Дома осталось. Лёгкий труд. Огород полить. С тем же кромыслом, с вёдрами. Деревянные вёдра были. Другой вес. И поливать огород. Сколько в город нужно вёдра таскать-то? А если три улицы идти до воды-то? Лёгкий труд. Полегше. И рожали. В среднем 6-8. Третья бабушка здешнюю спрашивает. У неё мать была повитухой. В Антоновке здесь. Говорит, её маму ещё она застала. Когда запретили на дому рожать, советская класть запретила. Всех загоняли по дно. В роддомы. И к ней ночью прибежали. А кто на дому принимал, тебя в тюрьму сажали. И она отказала. Ей запретили. Все знали. И врачи, гинекологи, домой бегали к моей маме ночью, чтобы никто не видел. Говорит, бабушка рожает у нас. Вы приди, помоги. Говорит, да меня в тюрьму посадят за вас. Вы уже учили себя безграмотно. А вы грамотно, современные учёные. Говорит, что мы учёные сможем сделать? Говорит, у нас проблема. Какая проблема? Она говорит, вот при ней. Она рассказала. Говорит, ребёнок рождается. У меня племянница так родилась. Говорит, идёт ягодичками, два раза сложенная. Разорвёт мать. Как бы ни погибли. Что делать-то? А она им говорит, а зачем приезжали ко мне? Вы развернете ребёнка-то? Ещё говорят, как? Они сообразованием не понимают, как развернуть. Она безграмотная бабушка, знает, как развернуть. Мы сейчас много что потеряли. Мы много чего не знаем. Мы не к лучшему идём, родные. Это только нам врут, мы уши. Мы от естественного к противоестественному. Значит, от лучшего к худшему. Сколько лекарств придумали? Много-много. Лечат-лечат. И параллельно. Поэтому были возможности. Когда я был на Востоке и был в Иордании, я сказал, да, и был в Петре, в городе, где сохранился древнейший храм, очень большой православный, ну, в развалинах, но древнейших, со времён где-то 4-5 века, очень давно. Вот сейчас в Газе нашли 2-й век Инда, вон когда. Ну, земля Христа, апостолов. Так вот, там, когда в центре встаёшь, он был разрушен. И хорошо всё слышно. А когда были стены, бумагу рвали, и было слышно. Акустика. Акустика. Это в храмах и в других помещениях. И умели говорить. Выбирали место. Иван, если почитайте, обратите внимание, Христос говорил на возвышенностях. Вот почему выше? Всё, всех видите. Вот-вот-вот-вот. Умели по-другому жить. Одного из... Как сейчас, говорит, не цивилизованных племён, Кубу называется их. В Индонезии спросили, когда ты ночью идёшь в джунглях, ты чего боишься? Говорит, ничего. А звуки? Говорит, а зачем звуку бояться? Вот такой звук раздастся. Что такое? Он говорит, какой? И когда пошли, он говорит, звук, говорит, это обезьяна прыгнула. А этот звук что? Это птиц крикнула, взлетела. Темно, не видишь, говорит. Ну, я знаю, я слышу. Мы потеряли многое чего, развиваясь неестественно. Люди во время Христа 2000 назад были более естественной жизни приближены. Поэтому и знали, как говорить и где говорить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!